В Казахстане предложили вернуть тонировку передних боковых стекол на авто. Казахстанцы даже создали петицию, адресованную Министерству внутренних дел. Подписали ее уже более тысячи человек. Поддержат ли автолюбителей, расскажет Валентина Леонова. В социальных сетях появилась информация, что уже этой осенью в Казахстане снимут запрет на тонировку передних боковых стекол. Информация вызвала широкий резонанс среди автолюбителей страны. Активисты даже запустили петицию, адресованную Министерству внутренних дел. Авторы коллективного заявления просят разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей. Как оказалось, с инициативой готовы выступить и депутаты, которые уверены, что от нововведения будет положительный эффект. Мы предлагаем в первую очередь изучить ситуацию в стране, вопросы безопасности, риски. Если тонировка не будет вызывать опасности, то почему бы не вернуть ее? Опять же, вернуть на условиях. Она будет платная и, соответственно, деньги будут поступать в бюджет. Прослеживать можно по номерам или через единую базу. В ближайшее время мы хотим выступить с этой инициативой и обсудить вопросы с Министерством внутренних дел. С просьбами позволить тонировать передние стекла в МВД РК автомобилисты обращаются не впервые. Всякий раз полицейские заявляли, что снимать запрет не планируют. По словам полицейских, тонировать передние стекла авто нельзя. Ни платно, ни бесплатно. И дело тут не в деньгах, а в первую очередь в безопасности участников дорожного движения. Так как пленки на передних стеклах ухудшают видимость для водителя, особенно в темное время суток, что приводит к авариям. Тонировка снижает проникновение света в салон, ухудшает видимость. Это проводит даже транспортным происшествием. За нанесение покрытия, либо наклеение прозрачно-цветные пленки на ветровых и передних боковых стеклах транспортного средства предусмотрена административная ответственность наложением штрафа в размере 5-месячных расчетных показателей. В частности, речь идет о тонировании термальными пленками, которые помогают водителям в жаркие летние дни. Мнения опрошенных нами водителей разделились. Одни считают это небезопасным, другие, что это дело и выбор каждого. По идее, нужно было бы. Некоторые люди спереди сидят, хотят, ну, чтобы на них не смотрели. Ну, думаю, стоит, мне кажется. Я скорее нет, мне неудобно просто будет. Скорее будет не видно то, что спереди творится, то, что может не сам водитель. Допустим, сейчас дети без прав катают. Подписавшие петицию граждане указывают на тот факт, что во многих странах подобные практики уже давно позволяют с целью обеспечения приватности и создания более комфортных условий для водителей и пассажиров. Они также выражают готовность рассмотреть возможность увеличения страховых взносов или уплаты пошлины в государственный бюджет за право на проведение тонировки автомобилей. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, Ирты Сахпарат.